18.00, 7 октября. Сторонники партии Чон Казат не пускают сотрудников Генеральной прокуратуры на территорию надзорного органа. 18.40 у Дома правительства продолжается митинг сторонников Садыра Джапарова. В это время сторонников Телека Токтагазиева, кандидатуру которого на пост премьера выдвигает Атамикен, призывают выйти на митинг. 21.00 митинг у Дома правительства продолжается. Есть раненые. На место прибыли волонтеры Красного полумесяца. Они оказывают первую помощь пострадавшим. Травмы бывают различные. Наша помощь – это перевязать раны, обработать и, если есть необходимость, госпитализировать. Депутаты Джугур-Кукинеш пытаются собраться на заседание. Ожидается, что они должны решить вопрос об объявлении импичмента и относительно кандидатуры Джапарова на пост исполняющего обязанности премьер-министра. Но кворума нет. Импичмент не объявлен. Пьяные местные жители пытались захватить отель Джанат Ресорт в селе Койташ. Туда прибыли дружинники и отстояли собственность. 8 октября. В Сокотинском районе неизвестные начали захватывать поля. У дома правительства вновь собирается митинг. В отставку подает глава Минфина. 11 часов утра. К зданию мэрии подъехал Азиз Суракматов. Ранее он написал заявление об уходе. За сутки отсутствия Суракматова постмэра занимался трижды. Сотрудники мэрии и горожане отстояли законного мэра. Я, честно говоря, не ожидал, что столько много народу соберется. И такого я 6 числа до 5 утра здесь был. Потом выехал переодеться. Здесь, оказывается, уже мэрию захватили. Тут несколько разных группировок приходило. Для меня было важно сохранить мэрию, сохранить наши службы, чтобы город чистили, убирали, и чтобы все коммунальные службы работали. Я не хотел конфликта, поэтому я решил пока временно работать на удаленке. Но я работал, я с Акимами работал. Все вопросы, связанные с дружинами, все вопросы, связанные с жизнедеятельностью нашего города, я обеспечивал по телефону с нашими руководителями, вице-мэрами и Акимами районов. 12.53. Минздрав сообщает о врачах, пострадавших во время работы на площади, когда там проходили митинги. В ведомстве отметили, что избиты пять медицинских работников, шесть машин скорой помощи разбиты, две разграблены. В ГКНБ подтвердили задержание телека Матраимова. В 17.00 в ЦИКе заявляют, что самороспуска комиссии не будет. В то же время в Кыргыз-Тимирджулу сообщили, похищенные захватчиками из кассы деньги вернули. Представители бизнеса решили создать переговорную группу для урегулирования проблем и обеспечения безопасности предпринимательства, налаживания диалога со всеми структурами власти. Екатерина Токомбаева, Нордан Кребеков, Пирамида.